Коллеги, здравствуйте! В эфире новости. Низкокалорийная диета позволяет продлить жизнь у обезьян. Ограничение калорийности питания увеличивает среднюю продолжительность жизни, а также отодвигает срок появления возрастных заболеваний у приматов. Это впервые установил Рики Кольман из Национального Центра изучения приматов в Висконсине в ходе 20-летнего эксперимента на макаках-резусах. Обезьяны были разделены на две группы. Первую экспериментальную, получавшую питание с ограниченной до 30% калорийностью, и контрольную, где сохранялся обычный режим питания. Спустя 20 лет, из 38 животных контрольной группы умерло 14, а из 38 обезьян, сидевших на диете, всего 5. Они отмечают, что близость между обезьянами и людьми заставляет предположить, что благотворный эффект пониженной диеты может наблюдаться и у людей. Чай против рака. Экстракт зеленого чая, содержащий полифенон Е, препятствует росту раковой опухоли. Эти результаты были получены в группе из 40 женщин с гормон рефракторной опухолью молочной железы. Участницы исследований были разделены на группы, которые получали 400, 600 или 800 мг полифенона Е, либо плацебо дважды в неделю в течение 6 месяцев. У пациенток, получавших экстракт, была зафиксирована тенденция к снижению холестерина, а также фактора роста эндотели, который провоцирует рост клеток опухоли, их перемещение и внедрение в здоровые ткани. По мнению авторов, исследования Кэтрин Крю перед тем, как рекомендовать зеленый чай для профилактики рака молочной железы, потребуются дальнейшие исследования в этой области. Окситоцин бережет верность. Мужчины, получившие инъекцию гормона окситоцина, сообщили об усилении и влечении к своим партнершам, а не к привлекательным незнакомкам, чьи фотографии им были продемонстрированы. Окситоцин способствует выработке дофамина, нейромедиатора, который ассоциируется с поощрением, мотивацией и привязанностью. Выработки этого удивительного гормона способствуют чувству поддержки, объятий, ласки, ну и, конечно, половые контакты. Все это может перевесить желание мужчины разбрасывать гены, заставив остаться у семейного очага. Каждая десятая беременная позволяет себе немного выпить. Ученые из Норвежского института общественного здоровья ВОСЛА предупреждают, что даже небольшое потребление алкоголя у беременных может вызвать повышенную раздражительность, а также депрессию. Таковы результаты их исследования, проведенного среди большой когорты женщин. К тому же алкоголь во время беременности повышает риск преждевременных родов, алкогольного фетального синдрома, низкой массы плода, а также может привести даже к смерти малыша. Британские ученые доказали, что зубы появились не раньше челюстей. Филипп Донахью из Бристольского университета и его коллеги с помощью синхротронной рентгеновской микроскопии изучили окаменелости зубов и на основе анализа структур построили модели хроста, чтобы понять, как на самом деле они появились и развивались. В результате была отвергнута теория изнутри к наружу, согласно которой предшественники зубов возникли раньше челюсти на тканях глотки, откуда они постепенно мигрировали наружу. По их мнению, дентин, то есть твердая ткань зуба, появилась сначала снаружи тела животного, а затем уже во рту, как только позвоночных, появились челюсти. Система здравоохранения Российской Федерации обескровлена дефицитом кадров. По словам министра здравоохранения, дефицит медработников Российской Федерации является одной из самых трудно решаемых задач современного здравоохранения, в частности, в первичном звене, поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах. В настоящее время на 10 тысяч человек приходится примерно 5 специалистов. Ранее Скворцова сообщала, что дефицит врачей в Российской Федерации составляет примерно 50 тысяч человек, а среднего мероперсонала 270 тысяч человек. Надежда на исцеление. Возможно, в скором будущем появится возможность избавлять больных от некоторых форм рака. Значительная часть раковых опухолей в организме человека и других животных возникает из-за поломки в гене P53. Этот ген отвечает за синтез белка, который следит за целостностью генетической информации и включает механизм самоуничтожения, то есть апоптос, при серьезных поломках. Группа генетиков под руководством Питера Кайзера из Университета Калифорнии в Ирвине США научилась чинить поврежденные молекулы P53, присутствующие более чем в треть известных видов раковых опухолей, изучив структуру мутаций в теле белка. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok